Минск Многие наши дома не имеют технической возможности для того, чтобы там оборудовать либо пандус, либо элементарное подъемное устройство, потому сегодня наряду с теми элементами, которые мы создаем, подъемники, как правило, механические, электрические, мы применяем и другие инновационные приспособления. Так уже три территориальных центра закупили траволаторы, которые мы предоставляем человеку с инвалидностью и оказываем услугу сопровождения при его желании посетить тот или иной объект. До конца года будет оборудовано порядка 90 объектов в городе Минске по месту жительства инвалидов. Следующий шаг это приспособление социальной инфраструктуры и иных объектов на территории города Минска. Наверное, все уже заметили, что сегодня активно ведется реконструкция уличнодорожной сети столицы и применяется при этом вот тактильная плитка, да, выделяются с цветом полосы для движения для инвалидов по зрению, понижаются бордюры, есть сопряжение проезжей части и пешеходной части для инвалидов-колясочников. Следующее направление это приспособление городского общественного транспорта. Уже надо сказать, что практически 87% городского пассажирского транспорта приспособлено к передвижению в нем людей с инвалидностью. В 2020 году планируется приобретение более 500 единиц городского транспорта, это и автобусы, и троллейбусы, которые уже будут являться низкопольными. Гостиницы города Минска. Где-то порядка 2000 номеров сегодня в гостиницах города и более 50 номеров приспособлены для проживания людей с инвалидностью. Но мы сегодня работаем не только по созданию условий для инвалидов-колясочников в наших гостиницах, но это еще и наличие информации для инвалидов по зрению, это звуковое оповещение. Продолжение следует...